Вот мы и в Питере, едем по московскому. Первый раз в жизни так дешево доехал до Санкт-Петербурга. Потому что в Москве заправились на 1900, потом заправился еще раз на 1900, но еще там воды купили, там всякая генсия. В финале за 4000 рублей мы доехали, у нас еще полбака, мы уже делали что угодно. На странице хорошая, дорога хорошая, много грузовиков было, но так нормально. Инспекторов практически не было. Пора вернуть 90-е в Питер. Вкус сигареты, конгресс, спирт, рая литрами. Вчерашний Ленинград ухом наживы пропитан. Вожаки бригад еще не спят под мраморными плитами. Схемами хитрыми мутит свой хлеб, кто не жил чужими молитвами, лишь бы семьи были сыты. Кто на галере за пятак скупал доллар, кто крышевал барыг, возвидя в ранг бандитский говор. Время террора воспето в сюжетах невзорова, давшие фору тем, кто вовремя щелкал затвором. В пору умам закаленным совковым рассолом бывших спортсменов, в короткокрылых восьмерах. Выбрав малиновый рой, статус давший прихваты вместо задержки зарплаты. Вы что, еб***ь, что ли, а? Дебилы, они ее поднять не могут. Смотрите, что делают. Вы что делаете? Переднюю приводную машину на автомате он стоит, он его тащит, она вот так упирается об асфальт, он ее тащит, они ломают коробку передач. Перекрыли всю дорогу, в 3 часа утра сделали проб. Товарищ инспектор, а это нормально, да? А? Это нормально для Санкт-Петербурга, да? Что, именно эвакуация? Ну, перекрыли вообще всю улицу в 4 часа, да? Да, это нормально. Это нормально. В 4 часа. Доброй ночи. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот в Санкт-Петербурге это нормальное явление, да, когда перекрывается движение и забирают машину? Да, да, это конечно. А вы как считаете? Почему нет? Машина создает помеху. Нормально, да? Вы же едете, вам мешают машины? Так мне вы больше, например, помешали. Вот вам минута помешала, а вот. Представляете, сколько машин проезжает. Согласен, согласен, согласен. Слушайте, а он же переднеприводной, как вы его можете затащить? Вы же ломаете коробку, получается, да? Да, да. Ну, а как? Ну, машина на парковке стоит, вы ее затаскиваете прям? Да, да. Не, не даете. Смотри, руль выпущен, они ее просто затащили. У нас вопрос. Вот скажите, вот машина на автоматическую коробку передач, да? Так. Вот ее затаскивают вот так, ломают коробку передач. Ломают. Это нормально? Нет. То, что перекрывает движение, вы сказали, что это нормально. Ну, вот это самое, это ненормально по поводу того, что вы говорите, как ломают коробку. Нет, это не для отделки. Это ведь водитель, он же водитель затрял, он же не поставил на ней тралку. Какое? Ну, вот машину затаскивали. Вы сами видели, что он ломал там коробку? Конечно, она сопротивлялась машине, но затаскивала. Ну, так значит, он за нее будет отвечать, правильно? Он говорит все вопросы по инспекторам. По поводу погрузки, это за нарушение правил, он указан на машину, машина тракирована и все. А у вас как раз? У меня Алексей там. Алексей, ну вы бы дали свою коробку, свою машину? Нет, я бы возмущался, сейчас не могу сказать. Да, если бы, ну я просто, как бы, даже, честно говоря, если вы видите, я как раз был... Не ваше дело, да? Вы видите в нарушении, говорите, вот в килмах, да? Нарушение, да, вот машина, видите, все, у меня осталось. Вот их надо тоже еще убрать. Все, не будем вас еще разговаривать. Сейчас он их... Знаешь, почему они тут такие общительные? Я заметил, что их тут не... Ты понимаешь? Ну ничего, я приехал. Лет пять назад была ситуация, когда у меня денег был. Документы дайте. Я говорю, а что нарушил? А я ехал там со знакомой. Километров 50, я не знаю. Вообще не нарушал, реально. Ночь там тоже была. Он такой, а что ты мне, типа, там документы, там, типа, давай. Я говорю, не дам. Зачем? Ну я не нарушил ничего. Ты меня остановил по средней городу, вообще просто так. Я нарушил что? Не, не нарушил. Давай машину там ломиться. В итоге, короче, оформили меня, задержали, отвезли в отдел. Знаешь, что написали? Я, блядь, что я поворотник не включил на повороте, выписали протокол на 150 рублей. Ломились в машину, ломились просто. А он мне, короче, руку выиграл. Я потом написал четкое заявление, что выворачивал руку так и так, это так, это так. Они, короче, мне еще от письма написали, что мы никаких там нарушений не нашли. Я говорю, они задержали особо опасного преступника, который, блядь, не включил поворотник. Короче, нормальное гайцо в Питере не знаю. Я хочу начать с того, что Арик вообще, знаешь, почему? Он мне посоветовал, который называется Booking.ru или Booking.com. Это программа, в которой ты можешь, типа, забронировать там номер в гостинице, и тебе платить его, и тебе приходит, так, все, у вас номер забронирован, всегда в 4 часа утра. И сейчас время уже 9 часов 10 минут. Я хочу спать, меня все бесит. И примерно, ну, я здесь сижу 5 часов, 5 часов 10 минут. Так же начиналось в Самаре, понимаешь? Че тут на камне, что я тут тихо сижу, нервно, 5 часов. Сейчас я с ним еще 20 минут, и я не строю тут просто. Че бы они потом не выкладывали, им все равно потом, ведь никто не поверит. Нормально, че, я воспался. Еще подойду на ресепшн, опять, х**, у кого-то немножко. Мы приехали в очередной раз к Тимону. Я хотел бы подметить, что у Тимона есть очень одна интересная особенность. Каждый наш приезд происходит в новом сервисе. Вот мы приезжаем, сервис новый. Мы приезжаем, сервис новый. Сегодня мы опять в новом сервисе. Я надеюсь, что больше Тимона отсюда переезжать не будет, потому что сервис действительно очень хороший. Он большой, он прикольный. Конечно, вот этой кубатуры нету, как в газе, но здесь реально можно работать. Здесь никто не мешает, нет никаких левых людей, нет никаких новых компаний. Вот здесь помещение такое большое, прикольное. Мы сейчас поем кататься. Вот эта тачка поет кататься, вот эта тачка поет кататься, вот эта тачка поет кататься, и скорее всего еще и вот эта тачка поет кататься. Ну, короче, это будет очень круто. Мы сначала поедем на Ауди все это поснимаем, поедем в ресторан. Ну, короче, удивимся сегодня. А пойдемте, я вам еще покажу там. Вот парни, которые постоянно делают эти тачки, они на самом деле ненавидят. Потом ненавидят точно всех, короче. И вообще ненавидят эти машины. Че, че? А вот Тимон. Вот, он опять. все огонь все будем сюда пойдемте я покажу вам короче никогда он не покажет не расскажет приходится но на губе сколько три тачка стоит помните у димона была дачка колес ребята постараются чтобы эта тачка была на выставке но если успеет конечно он успеет на выставке а ты объяснил что это вообще такое я сказал что это бывшая тачка это примут суперверт делаем копию тричьих пиктив машина которая победила на скаре в десятом году это самый легендарный американский автомобиль именно он стал прообразом для мультика тачки вы будете стараться что москва увидела его на выставке да на красном салоне на четкой визитой но где мои колеса все переживают из-за линкольна где колеса плюс нет все закрыли тему пойдем еще другого мне не вам колеса посмотри о вот а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok